Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов. Посмотрите, вот сзади меня такой дом одноэтажный. Площадь кровли 420 квадратных метров. Мы уже здесь смонтировали ферму. Сейчас идет процесс укладки гидроизоляционной пленки. В дальнейшем здесь кровя на покрытие планируется цемент-песчаная черепица БРАС. Также на этом объекте мы еще будем выполнять утепление чердачного перекрытия, установку адаптивной системы вентиляции, водосточная система, снегодержатель и, скорее всего, подшивать с весом мы будем термодоской. Давайте по порядку будем вам все-все показывать, то, что сделано, и немножко расскажу то, что мы еще будем здесь делать. Вот так вот у нас выглядит ферма внутри дома. Расстояние между фермой у нас метр в среднем. Дальше мы будем их утеплять по перекрытию. Монтируются они у нас на Мурла, дальше вам покажу. Вот монтировали мы их примерно 4-5 дней. Если все сделано там по проекту, если есть кран, ну без крана их, в принципе, наверное, нереально монтировать, потому что ферма очень тяжелая. То есть если проект четкий, то, в принципе, достаточно быстро их смонтировать. У нас здесь есть небольшой косячок, дальше тоже вам его покажу, где нам приходилось кое-какие делать изменения в одном месте. А так, в целом, в принципе, все совпало. То есть если звезды на небе сошлись, то, в принципе, монтировать их где-то 4-5 дней. Ну, при условиях хорошего качественного проекта и опыта у бригады. Друзья, несмотря на то, что здесь у нас все делается по проекту, вот такие вот замечательные фермы, но иногда бывают небольшие ошибки, как вот в этом месте. Вы посмотрите, видите, у нас здесь уголок, вот такой вот, и вот эта вот ферма, вот эта балка, которая формирует у нас потолок, она опирается вот в этом месте всего лишь на 5 сантиметров. 5 сантиметров это мало, должно быть 15, чтобы это исправить. Вот эта компания, которая делала проект вот этих ферм, они нам предложили вот это место усилить с помощью доски и 18-миллиметровой фанеры. В дальнейшем я вам покажу, как это выглядит. Вот что я хочу сказать, что даже иногда в таких вот серьезных кровельных фермах происходят ошибки, и иногда нам приходится что-то выдумать для того, чтобы эти ошибки исправлять. Сейчас вот у нас опирание идет на 5 сантиметров, а в дальнейшем будет на 15. Сейчас я закарабкался на крышу, смотрите, вот так это все смотрится у нас с высоты птичьего полета. Камеру перевернем сейчас. Вот такая вот у нас крыша здесь. Так, значит, давайте я немножко про ферму вам расскажу. Ферма это вот такая вот конструкция, даже вот тут, наверное, будет более проще. Вот такие вот конструкции, трапециевидные, треугольные формы, которые рассчитываются проектировщиком, конструктором. Вот конкретно эти фермы проектируются в программе MyTech. Все вот эти вот размеры, вот этих балок, да, расстояние между вот этой опорой и вот этой опорой, дальше как они крепятся, вот соединяются МЗП-пластинами, это все рассчитывается конструктором. Дальше наша задача взять проект и собрать их по проекту. Не всегда получается все удачно. Есть какие-то иногда даже ошибки. Вот пара ошибок есть и в этом проекте. Вот здесь вот мне было мурлата. Здесь мы дополнительно его ставили. Мы поставили брус 151-150. Поставили его через стеклоизол, чтобы не было никаких вопросов с намоканием. Дальше монтировали вот этот брус уже на 16-мм шпильку с химическим анкером. Вот. Сами фермы к брусу мы монтируем через вот эти вот уголки. Давайте вам покажу вот такие вот уголки, которые забиваются гвоздями саморезами желтыми. То есть мы тут не изобретаем никакого велосипеда. Как нам конструктор написала, так мы, грубо говоря, и делаем. Шаг ферм вот этих вот, все согласно проекту. В среднем здесь шаг, как я уже говорил, метр. Вот собрали вот такую вот кровлю. И дальше уже начинаем наш стандартный вариант. Это монтаж гидроизоляционной пленки. Монтаж гидроизоляционной пленки, контрбруса, шаговые обрешетки и какого-то кровельного материала. Сейчас я в другое место встану, покажу вам нюансы по монтажу гидроизоляции. Друзья, еще два слова про фермы. Если у вас одноэтажный дом, то, наверное, ферма это идеальный вариант, потому что фермы, во-первых, это надежно, потому что рассчитывается все проектировщиком, конструктором. Когда вам привезли нормальный проект, привезли ферму, уже глава не болит, взял проект, быстренько накидала эти фермы с помощью крана, и все. Все стоит, все надежно. Второй плюс в том, что фермы, они сразу формируют и каркас для кровли, и каркас для перекрытия. То есть у вас все готово, только вот между этого каркаса. Между вот этого каркаса укладываете утеплитель, и дальше к этому же каркасу монтируете, например, профиля для гипсокартона, уже картон, вот, шпаклевка, покраска, ну и так далее. То есть, в принципе, фермы это удобно. Дальше, после того, как мы смонтировали фермы, наша задача смонтировать гидроизоляционную пленку. Гидроизоляционная пленка монтируется поэтапно. Начинается с монтажа вот такой вот доски. Вот такой вот доски. Видите, в самих фермах, вот в этих стропилах. Так, сейчас мы пленку, вот эту пленку нам мешает. Так, мы их скрутим. Вот здесь вот выпиливается паз, монтируется вот такая вот дюймовка, 100 на 25 доска. На нее монтируется вот такой вот капельник. То есть, сегодня мне задавали в Телеграме вопрос, почему мы ее монтируем. Потому что у нас расстояние большое. Теоретически, если, ну, кто-то не хочет заморачиваться, да, в принципе, не обязательно эта доска нужна. Без нее тоже можно сделать. Но просто у нас ферма, большое расстояние, вот видите, вот это вот, реально метр. То есть, если мы ее не будем делать, то нам просто, ну, грубо говоря, вот этот капельник конденсата, вот этот вот капельник конденсата не к чему будет крепить. Дальше мы монтируем вот эту планку, капельник конденсата она называется. Почему она так называется? Потому что на гидроизоляционную пленку может что-то попадать. Соответственно, чтобы нам эту влагу выводить, хорошо нам нужно будет, ну, во-первых, эту пленку приклеить, поставить вот такую металлическую деталь, приклеить к нему пленку, да, и чтобы у вас все осадки уходили на улицу. Дальше здесь, вот в этом месте, на контрбрус торца будет пришиваться сетка, через которую будет попадать воздух. У нас будет такая-то вентиляция подкровенного пространства между гидроизоляционной пленкой и кровельным покрытием. Здесь у нас пленка диффузионной мембраны Дельта Макс. Несмотря на то, что кровля у нас холодная, мы могли бы использовать обычную пленку, но с учетом того, что здесь будет цементопесчаная черепица, а цементопесчаная черепица – это такая вещь, ну, с моей точки зрения, с моей точки зрения нестабильная, вот. Лучше использовать очень хорошие и качественные кровельные материалы, в том числе подкровенные пленки, которые будут страховать от протечек крышу. Иногда в натуральной черепице происходит какое-то растрескивание, где-то она ломается, и может быть небольшая протечка. Поэтому гидроизоляционная пленка должна быть надежной, долговечной, чтобы она была примерно по времени, по сроку службы, сопоставима с самим кровельным материалом. Вот, если вы видите меня, то у меня даже куртка сейчас сделана из этой пленки. Вот мне немцы подарили, компания Дельта, даже куртку, вот видите, насколько хороший материал. Давайте пойдем дальше, переворачиваем камеру. Вот так вот мы формируем гидроизоляционную пленку в Линдове. Вот если туда дальше посмотреть, она идет как бы отдельным полотном таким. Вот формируется вот такое-то, как бы небольшое корыце. Дополнительно мы ставим вот такой вот брусок 50 на 50. Когда у нас вот этот контрбрус доходит до этого, то есть мы оставим небольшой зазор, чтобы у нас была вентиляция. Также вентиляция будет вот в этом месте. Вот, и монтируем мы вот эту вот гидроизоляционную пленку вот сверху, вот здесь вот. Вот тут вот сбоку мы подрезаем ее, глушим вот таким вот способом на скоба. И здесь в Линдове тоже приклеиваем ее ленту. Лентой можно приклеивать любой. У нас здесь была лента Дельта Мультибанд, поэтому мы используем ее. Можно и такую ленту использовать, можно и двухстороннюю, чтобы у нас, ну, условно, гидроизоляционная была пленка сверху, а клеящая часть была снизу нее. Вот сейчас, наверное, кто-то написал, что это вариант более лучше. Но на самом деле вот эта лента, она очень крутая. Если мы ее смонтировали, то все, уже мы уверены в том, что 100% у нас она нигде ничего не отойдет. Вот саму пленку мы, вот стыки не проклеиваем, так как это у нас холодный чердак. Вот, но проклеиваем ее вот в таких вот каких-то сложных местах. Вот в Линдове, да, вот в этих местах, чтобы у нас здесь не было никаких протечек. Вот мы ее проклеиваем здесь тоже этой лентой. Вот обязательно скобами пробиваем только здесь. Здесь мы ничего не пробиваем, потому что, мало ли, если будет протечка линдового, это слабое место, особенно у натуральной черепицы, чтобы здесь все было у нас максимально герметично. Дальше, после того, как мы смонтировали, смонтировали вот эту гидрозолюционную пленку, вот мы монтируем контурбрус. Это вот брусок 50 на 50, который монтируется через вот такую уплотнительную ленту. Вот называется она Дельта Шаубанд. Давайте ее поднимем. Называется она Дельта Шаубанд. Она нужна для чего? Когда мы прикручиваем саморезами или забиваем гвозди к антарейку, к пленке, соответственно, мы делаем отверстие. Если вдруг пойдет какая-то вода, она в это отверстие может попасть, и у нас кровлю будет протекать. Но чтобы этого не происходило, мы используем уплотнитель. Уплотнитель обжимает это отверстие, и все. У нас даже если будет какая-то протечка, здесь у нас уже все будет герметично. Вода никак уже в кровельный пирог у нас не попадет. Вот пока мы такие работы сделали. Сейчас ребята сделали пару рядов пленки. Дальше уже неудобно. Будет им без обрешетки. Дальше они будут сейчас набивать обрешетку и карабкаться туда наверх. Также мы на хребте сделали контрбрус. Все идет через вот такой вот уплотнитель. И в качестве самой обрешетки у нас будет доска 100 на 50, потому что расстояние у нас большие. Вот здесь вот, например, у нас расстояние метр там 30, по-моему, мне говорили. Очень большое расстояние. Если мы будем использовать брусок 50 на 50, ну вообще в инструкции по монтажу натуральной черепицы написано брусок 50 на 50, но за счет больших вот этих вот пролетов у нас вот мы будем использовать доску 100 на 50, чтобы у нас не было никаких прогибов. Дальше здесь вот будет сетка вентиляционная, водосточная система на длинных рюках. Когда мы еще вот нюанс по капельнику конденсата, устанавливаем капельник конденсата, нам нужно учесть расстояние от лобовой доски до вот этого вот капельника, потому что вот эта часть будет потом зашиваться, какой-то отделкой, да, здесь будет термодоска толщиной 2 см. И вот этот капельник мы должны на 2 см отвести, потому что потом, если мы его, ну, допустим, если бы мы его сделали вплотную, потом, когда мы будем делать, обшивать лобовую доску, да, мы это закроем. Капельник, да, у нас получится, вода будет идти в место в месте, как бы это правильно сказать-то, вода у нас будет идти между, между вот этой лобовой доской и капельником конденсата, то есть у нас будет какое-то непонятное место. А так у нас, если лобовая доска будет уходить под капельник, проблем не будет. Вот, сейчас ребята начинают уже монтировать обрешетку. Вот такие вот кровельные работы мы выполняем. Обратите внимание вот на это место, которое мы исправили. Здесь мы добавили вот к этой ферме с торца доску строганную с 90 на 45. Вот она вот тут у нас стоит. И дальше с двух сторон мы нашиваем фанеру для того, чтобы у нас было нормальное, качественное операние. Академия. Вот. Вот.